Фашистский геноцид на оккупированной территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны – масштабная трагедия белорусского народа. Ежедневно органы прокуратуры вскрывают все новые факты, совершенных нацистами злодеяний. Историю стертых с лица земли населенных пунктов Брестской области на встрече с трудовым коллективом предприятия Брестоблтелеком рассказал заместитель прокуратуры Брестской области Даниил Дерябин. Это та самая горькая правда, о которой должен знать каждый. Масштабы трагедии белорусского народа значительно больше, чем предполагалось ранее. Действительно, более трех миллионов мирных граждан и внепленных, или каждый третий житель Беларуси, были в ходе годы нацистской оккупации убиты. Более 380 тысяч человек угдано в рабство, многие из которых погибли от невыносимых условий эксплуатации. За 1941-1944 годы на территории нашей страны было проведено более 140, ну, 144 масштабных карательных операций, в ходе которых сожжено более 10 тысяч 500 сел и деревень полностью или частично, повторили судьбу Хатыни. По результатам, в том числе и расследование уголовного дела, был принят, и 22 января 1922 года вступил в силу закон о геноциде белорусского народа. За годы Великой Отечественной войны в нашей стране погибло свыше трех миллионов человек. Валерий Вакульчик акцентировал внимание на том, что все эти факты должны стать максимально известной общественности, а результаты расследования геноцида белорусского народа в годы войны, представленные в широком доступе, безусловно, поспособствуют этому. Вспоминая слова Ломоносова, да, по поводу памяти о прошлом и нашего будущего, мы должны об этом помнить. Живые свидетели этого всего уходят. Уже их осталось и так немного. Теряются вещественные доказательства, объективные следы преступлений. С каждым годом их становится все меньше и меньше. Вот. И угроза того, что пройдет время, их останется еще меньше. Тогда спрашивается, а ради чего люди погибли? Ради чего родные, близкие нам люди отдали свои жизни? Дети, старики, женщины. Ради чего? И вот для того, чтобы их жертва, их жизни, которую они отдали, вот эта жертва, не была напрасной, мы должны это помнить. Мы должны помнить, зафиксировать эту память и передать другим поколениям. Мы должны помнить ради будущего нашего народа, наших детей, ради того, чтобы этого больше не происходило. В этой памяти много боли и страданий. Вторая мировая была не просто войной, она стала истреблением славянских народов. Священный долг всех белорусов помнить самим об этих событиях, а также не давать другим забывать или тем более искажать правду об истории нашей страны. А потому из года в год проводятся встречи с очевидцами тех самых страшных страниц прошлого, тех, кто пережил боль, мучения и страдания. Раскрываются новые факты и обстоятельства со стороны прокуратуры. Облагораживаются места захоронений тех, кто когда-то сгорел заживо, отдавая жизнь за наше мирное небо над головой сейчас. То, что было сделано в годы Великой Отечественной войны, это действительно страшная трагедия, которая сегодня болью по настоящее время откликается в сердце каждого белоруса. Три миллиона погибших людей – это страшная цена за мир, за то, чтобы мы сегодня жили, дышали свежим воздухом, и чтобы были спокойны о том, что наши дети тоже будут жить под мирным небом. Мы должны понимать ту цену, которая была отдана, и предотвращать своим жизненным каким-то моментом, идеологической своей устойчивостью, то, чтобы не повторилось у нас это, чтобы фашизм и национализм были просто искоренены у нас на территории земли.